Всем привет ребят, с вами Мегаобзор.ком Вы уже могли ознакомиться с сравнением i4K и i4K Plus А если пропустили, рекомендую посмотреть Такие сравнительные обзоры выйдут в ближайшее время еще с несколькими актуальными камерами Сегодня мы в деталях рассмотрим новинку i4K Plus Оценим качество съемки и изучим функциональность Это один из первых подробных обзоров на русском языке Нам будет интересно обсудить ее с вами ниже в комментариях Как и любые камеры, i4 Plus по официальному в Россию не поставляется Но доступна в ряде крупных магазинов Приобрести ее можно на Алиэкспресс с бесплатной доставкой И важно отметить, что она не попадает под таможенные фильтры В отличие от смартфонов и аксессуаров Xiaomi Напомню, что это самостоятельный бренд Выставляется i4K Plus в окопке из плотного картона Оформлены в красно-белой стилистике Камера внутри зафиксирована на пластиковой подложке Комплектация включает короткий USB Type-C кабель Съемный аккумулятор, инструкцию и гарантийный талон Сразу после покупки рекомендуем продумать вопрос покупки качества накопителя Требования к картам памяти ужесточились Связано это с увеличением битрейта И поддержкой 4К со скоростью 60 кадров в секунду Подходят классы класса 10 и UHC 3 Форма i4K Plus позаимствована от предшественницы Сохранена полная совместимость с комплектующими Такими как защитные боксы, рамки и аккумуляторы Вытянутый брусок, выполненный из пластика Поменялось оформление лицевой с панели Тут она стильная с карбоновой текстурой Царапается она меньше, чем на предшественнике Также перенесен на один из микрофонов В верхней части крышки на боковую грань Это может отразиться на установке в электронные стабилизаторы Учитывайте этот момент, оставляя немного свободное место при зажиме В руках же такое расположение обеспечило решение проблемы с перекрытием его при съемке рук Есть встроенная динамика, позволяющая посмотреть отснятый материал i4K Plus получила USB Type-C разъем с поддержкой подключения микрофона И других внешних аксессуаров Скрывается он под защитной заглушкой На верхней грани единственная механическая кнопка со светодиодным индикатором Она отвечает за старт записи и за включение Остальное управление осуществляется с помощью сенсорного экрана На него же вводятся элементы управления, данные по текущему режиму съемки Времени и остаток заряда аккумулятора Сенсор чувствительный, на нажатие реагирует точно Но здесь также существует проблема отзывчивости при попадании капель воды Попадании снежинок и в сильные холода В ближайшем будущем производитель обещает добавить управление с помощью голосовых команд Опция полезная и необходимая На нижнем торце выдвижная крышка, скрывая шло для карты памяти И съемную батарейку Снимать карту памяти не очень просто Удобнее переносить ролики при помощи USB Type-C кабеля С лицевой стороны E4K+, выступающий на поверхности объектив Есть пластиковый бортик, предохраняющий линзу от появления царапин Кстати, в ближайшее время у нас выйдет материал по замене линзы у камеры E4K+, или камеры E4K Если вам интересно, ставьте лайки, он выйдет достаточно скоро К весовым плюсам, упрощающим съемку, отнесем наличие стандартного витового крепления снизу Устанавливать камеру можно и на монопод, и на треногу без дополнительной рамки и защитного бокса Пластиковый бокс же понадобится при съемке в дождливую погоду, зимой, при любом риске падения Рекомендуем спрятаться в ее пластиковый защитный бокс Установлен 2,119 дюймовый экран Это цветной экран с разрешением 640х360 пикселей Максимальная яркость 250 Углы обзора широкие, соотношение сторон 16-9 Есть олеофобное покрытие, изображение четкое Работает E4K+, на базе нового процессора Amorello H2 С матрицей Sony AMX377 Его мощности хватает на съемку 4К со скоростью 60 кадров Появилась поддержка электронной стабилизации для 4К разрешения со скоростью 30 кадров Этим пока не могут похвастаться решения конкурентов Теофрагма 2,8, угла обзора 155 градусов Линза собрана из 7 стеклянных линз Модуль Wi-Fi умеет работать в двух диапазонах 5,2,4 ГГц Есть Bluetooth для синхронизации с пультом дистанционного управления С экрана камеры можно проводить ее полноценную настройку Выбирается разрешение, после этого предлагается выбор для него скорости Сдается корректировка угла обзора Можно выбрать формат записи MP4 или MOV Есть режим съемки через заданный интервал Скоростная серийная съемка, таймлап, замедленная съемка Включается электронная стабилизация, можно задать ручную корректировку яркости и экспозиции Два вида целого баланса, UI Color и Flat Wi-Fi пригодится для синхронизации смартфона Первым шагом программа предлагает выбор тип камеры и проводит ее поиск При удачной синхронизации предлагается провести обновление прошивки В главный экран выводится потоковое изображение с камеры Прямо с приложения выбирается разрешение Проводится съемка и выбираются активируются нужные режимы Просматриваются отснятые ролики И при необходимости можно быстро перенести при подключении 5 ГГц Сейчас я предлагаю посмотреть на примеры роликов записанных в Full HD Более подробная информация 4К роликами Приведена в описании к этому видео в текстовом обзоре Попытаем, собственно, для того, чтобы еще синхронизировать правильно эти дорожки Обе камеры зафиксированы на моноподе В обзоре можно вот это посмотреть Как все это дело выглядит Давайте попробуем Нево поснимаем Траву Листики Сейчас снимаем также с рук, но уже Full HD разрешение Две камеры, две июшки 60 кадров стоит Обе камеры поддерживают Естественно, это скорость Включая и 120 кадров Давайте попробуем Существует ее разрешение Попробуем, посмотрим, замедлим В разных разусах И посмотрим, как все это работает Конечно же, любая камера не обойдется без микрофона Такие камеры часто используются в облогах Предлагаю оценить работу микрофона в камере i4K Plus Дополнительная кажетировка дорожки звуковой не проводилась Снимаем в Full HD 60 кадров Я думаю, что это один из самых распространенных форматов Пробуем, снимаем Заодно вы слышите, как работает микрофон на этих двух камерах Это i2 и i2 Plus Болтаем, собственно, для того, чтобы еще синхронизировать правильно эти дорожки Обе камеры зафиксированы на моноподе В обзоре можно вот это посмотреть Как все это дело выглядит Давайте попробуем Нево поснимаем Траву Листики И, ребят, еще раз напомню По ссылке в описании к этому видео Есть и сравнение работы в 4K 60 кадров 4K 30 кадров И там же можно посмотреть оригинальные ролики в 4K 60 Подводя итоги, i4K Plus Стало удачным продолжением серии Пока на текущий момент камеры предлагают уникальные возможности съемки При этом еще и стоит дешевле предложений конкурентов Перед нами серьезный инструмент для съемки видео в разрешении 4K и Full HD Плюс мы отнесем сенсорный экран Минтовое укрепление Детальные настройки Выбор режимов работы Микрофоны с шумоподавлением Длительное время автономной работы Удобные габариты Приложение для смартфона Поддержка пульта DU Совместимость с аксессуарами USB Type-C Не устроить может скромный стартовый комплект С удовольствием обсудим данную камеру с вами Ну а мы же будем ждать появления голосового управления И также производитель обещает возможность стримить данные камеры на мобильное устройство И в социальные сети